Всем привет, с вами Виктор. Сегодня мы приготовим с вами мохито. Один классический, второй с вкусом клубники. Нам для этого понадобится лайм, два штуки, тростниковый сахар, краш, мята я заранее помыл, я обсушил листья, газированная водичка сладкая, ром, клубника свежая, мята, две верхушки для украшения. При своем приготовлении, для начала мы понадобим лайм. Я возьму лайм, отрежу края лайма, уберу в сторону. Дальше я хочу нарезать кубики лайма. Разрежу пополам, разрежу каждую половинку на три части, и также нарежу на кубики, на три части. И вторую половинку тоже также нарежу. Это переложу обратно в миску, возьму второй лайм, обрежу также края, это нам не подходит. Дальше нам нужно отрезать кольцо для подачи мохито. Одно кольцо я уберу, второе нам подойдет для украшения. Отставлю пока в сторону. И еще нам нужно нарезать ломтики лайма, также для подачи мохито. Отрежу штучек шесть ломтиков, для клубничного мохито и для классического мохито. Хочу вам посоветовать посмотреть видео на моем канале. В описании я оставлю две ссылки для вас. Первое видео, как приготовить пломбир в домашних условиях. И вторая ссылка, как приготовить ореховое мороженое в домашних условиях. Интересное и вкусное мороженое получается. Заходите, смотрите, думаю, что вам понравится. При своем приготовлении я возьму стакан. Лайма я примерно положу 30 драм. В описании я вам более подробно напишу калькуляцию на каждую порцию мохито. Оставлю это в сторону, возьму тростниковый сахар и добавлю 2 чайные ложки с небольшой горкой. Примерно 15-20 драм. Вы также можете использовать и сахарный сироп. Так как сахар тростниковый может не раствориться в мохито и это поменяет на вкусовые качества. Я возьму мадлер и нам нужно слегка подавить на лайм и тростниковый сахар. Чтобы сахар слегка растворился, калькуляцию сахарного сиропа смотрите также в описании. Дальше я хочу добавить мяту. Примерно мяту нам нужно добавить 8 грамм. Добавляю мяту. И нам еще раз нужно пройтись мадлером. Только не сильно, для того, чтобы мята осталась целой при этом и не меняла нам цвет мохито. Я немножко подавлю, этого будет достаточно. Отставлю пока мадлер в сторону. Дальше я хочу добавить краш. Краш нам понадобится примерно 100 грамм на одну порцию. Я сначала добавлю 50 грамм. Хочу это все перемешать с помощью ложки, для того, чтобы у нас все равномерно распределилось. И добавлю сюда 30 грамм рома. 3 столовые ложки рома. Кто не пьет алкоголь, вы можете приоритовать мохито без добавления рома. Дальше я хочу добавить еще остальные 50 грамм краша. Практически получается полный стакан. И добавляем сладкую газированную воду. Примерно 150 грамм. Возьму ломтики лайма, которые мы ранее отрезали. И украшу мохито по краям стакана. Также у нас есть колечко лайма, которое мы ранее отрезали. Сделаю надрез небольшой. И украшу сверху на стакан. Возьму верхушку мяты, также сверху положу и две трубочки. Классический мохито у нас готов. Оставлю его в сторону. Прессуем приготовлению мохито клубничного. Возьму стакан, добавлю также примерно 30 грамм лайма. Добавлю тростниковый сахар, две чайные ложки с небольшой горкой, от 15 до 20 грамм. Все слегка это разомну мадлером аккуратненько. Дальше я хочу отставить это в сторону и подготовить клубнику. Клубники нам понадобится на одну порцию 50 грамм. И 10 грамм для украшения. Для начала хочу нарезать клубнику слайсами для украшения мохито. Три штуки. Отставлю это в сторону. И остальную клубнику я порежу кубиками. Не имеет значения какого размера, так как мы с помощью мадлера все равно будем ее давить в стакане. Нарезаем кубики примерно на 1-1 сантиметр, может быть больше. Клубнику нарезал. Я хочу это переложить в наш стакан. Вместе с лаймом и сахаром тростниковым. С помощью мадлера я подавлю клубнику, чтобы у нас получилось клубничное пюре. Пришло время добавить мяту, которая у нас осталась. 8 грамм также на одну порцию. Мы немножко подавим, чтобы мята опустила свой сок, аромат, вкус передала нашим мохито. Мадлер я уберу в сторону. Нам больше не понравится. Я добавлю лед. На эту порцию нам понадобится льда 70 грамм, так как мы используем клубнику. С помощью ложки это все перемешаю, чтобы вкус у нас распределился по всем продуктам. Также добавлю ром 30 грамм 3 столовых ложки на одну порцию. Вы по желанию можете добавлять больше. Добавим остальную краш. Еще примерно грамм 20-30. Добавляем сладкую газированную воду. Украшу это все слайсами клубники, которые мы ранее нарезали. И лаем по краям стакана. Также у нас осталась одна клубничка. Я ее оставил для украшения. Сделаю надрез сбоку и одену на стакан. Сверху мохито также поставлю верхушку мят. Мохито готов куличный. Мохито мы с вами приготовили. Освежающее вкусное мохито. Выглядит аппетитно. Попробуйте приготовить мохито по данному рецепту. И напишите мне, какой вам больше понравился. Классический мохито или клубничный. Вот и все. С вами был Виктор. Кому понравился рецепт, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Удачи и приготовления. До новых встреч. До новых встреч.